Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Будет не сладко. Говорят, что надо пчел дать на анализ. А где ты ее возьмешь, если она отравили? Она там и осталась. Алтайские пчеловоды подсчитывают ущербы. Сбудутся ли планы? Нет расчетов. Нет убедительных расчетов. Специалисты нашли ошибки в генплане города. Пенсионерам, чьи квартиры пострадали в крупном пожаре, бесплатно установят двери. Напомним, пожар на Северном Лосихинском, в результате которого почти полностью сгорела крыша, произошел вчера вечером. Пламя тушили более 70 пожарных с 8 вечера до самого утра. Днем людям разрешили вернуться в квартире, но там сейчас полная разруха. Какая помощь будет оказана погорельцам, расскажет Валентина Аскерова. Где пострадавших? Вы кто? Телевидение ТОЛК. Одного только увезли? Да, один. Пострадавших нету. Один только пострадавший. Север-Лосихинская, 60. Спальный район города. Обычно здесь спокойствие и тишина. Но вчера вечером тишину нарушил сильный пожар. В доме загорелась квартира на пятом этаже. Пламя стремительно перекинулось на крышу. В результате к дому стянулись все силовые службы города. Больше 70 огнеборцев и 25 единиц техники. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Жители всего дома экстренно эвакуировали. Люди выбегали на улицы кто в чем был, захватив с собой самое ценное. А некоторые даже это сделать не успели. Впери вскрыли. Рота не может. Стояли все с ключами. Воды. Я зашла. Дышать там нечем. Потому что сырость. Вода там горячая. Хоть и бойся. Потому что... Уже через час после пожара в школе 127 развернули пункт временного размещения. На месте ЧП приехал глава города Сергей Дугин. Он рассказал, что все пострадавшие могут здесь переночевать. Для них созданы все условия – вода и горячее питание. Останется тогда. Если некуда идти, тогда пойдут сюда и будем их. А сколько человек, скажите? Где? Вообще в пункте временного. 50. Вот 30 кроватей мы развернули. Вот еще. 20 вот есть. Готовы еще. Люди не расходились до самой полуночи. Они смотрели, как пожарные разбирают кровлю. Рабочий процесс развернулся даже на детской площадке. Возьми фонари, вода. А в полуночи людей наконец-то начали запускать, забирать документы. До самого утра пожарные работали на месте. Предварительно причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Известно об одном пострадавшем. 67-летнего мужчину госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. Спасатели не исключают, что виновником пожара стал именно он. Ведется расследование. Жители же сейчас больше всего волнуют, кто и когда восстановит крышу и за чей счет. А вы нам добавите? Будем разбираться. Мы же не можем добавить денег, потому что у нас таких полномочий нет. Короче, девочки, долго, мучительно, проработаем. По итогам оперативного совещания у главы города принято решение восстановить кровлю. Завтра обещают определить сметную стоимость, а также подрядную организацию. Валентина Аскерова, Анастасия Дороган. День с толком. А вот барнаульскую пенсионерку с трофическими язвами, о которой мы рассказывали накануне, наконец-то положили в больницу. Напомним, до выхода нашего сюжета в эфир бабушки отказывали в госпитализации. По словам ее дочери, вчера маму на скорой доставили в стационар, взяли анализы, они оказались плохими. Сегодня женщина чувствует себя гораздо лучше. Таблетки, антибиотики ей назначили, еще какие-то таблетки активно стали заниматься ей. Она повеселела, уже начала соображать, сама сидит. Представили на общественное обсуждение, а у общества появились вопросы. Уже больше двух недель документы генплана Барнаула выставлены в свободном доступе на сайте и в качестве экспозиции. Предполагалось, что любой желающий может ознакомиться и предоставить чиновникам свои замечания. А замечаний оказалось много. Специалисты из разных сфер изучили генплан и нашли в нем достаточно ошибок и сомнительных решений. Не сказать даже, что изучили, скорее ознакомились. Экологи, архитекторы, активисты воспользовались возможностью исследовать генеральный план развития Барнаула. И даже они многого не поняли. Документ, который и так никто, кроме специалистов, не может прочесть, предоставили общественности без адаптации или пояснений. Просто нужно перевести этот сложный технологический документ в правильный, нормальный, доступный для простых людей формы. Среди того, что вычитали специалисты из почти нечитаемого документа, много, по их словам, необдуманных решений. Например, экологи против того, чтобы 62 гектара ленточного бора отводили под застройку. Точно определить, сколько необходимо территории, площади для создания объектов инфраструктуры, существующих объектов медицинского кластера. Остальное вернуть и сохранить в составе городских лесов. Медицинский кластер – это перинатальный центр, федеральная травматология, краевая клиническая больница и еще несколько учреждений, под которые в свое время уже вырубили 40 гектаров бора. Так называемый медицинский кластер продолжает расти, словно опухоль. Например, собираются строить вертолетную площадку для санавиации. Для сравнения, от Славграда до Барнаула реанимобиль едет 6 часов, вертолет же долетает за полтора. Это к вопросу о необходимости вертолетной площадки рядом с медкластером. Тем не менее, сами врачи из клинической больницы и перинатального центра уверены, что необходимости в этой вертолетной площадке нет. Достаточно той, что на правобережном тракте разница по времени перевозки пациентов составит не больше 15-20 минут, что, по словам медиков, не критично. Возникает вопрос, а действительно ли необходимо вырубать 60 гектаров под эту и прочие застройки. Не получили пока ответов и архитекторы. Например, Станислав Зинков считает, что главная ошибка генплана – это расчет прироста населения. Согласно документу, через 15 лет в Барнауле будет жить 740 тысяч человек. Сейчас, напомним, живет 630. На мой взгляд, завышено. Завышено довольно серьезно. Потому что, это я так предполагаю. Может, я ошибаюсь, но нет расчетов. Нет убедительных расчетов, которые бы подтвердили, что да, такая честь может быть. Расчетов нет, но есть предположения. На официальном сайте Крайстата выложены три варианта прогноза динамики населения края. И согласно самому оптимистичному, в крае к 36-му году будет жить 2 миллиона 100 тысяч человек. То есть на 200 тысяч меньше, чем сегодня. Сложно представить, что при этом население Барнаула увеличится на 100 тысяч. Архитекторы уверяют, малейшая ошибка в генплане в будущем будет стоить многих миллионов рублей. В таком случае нынешний градостроительный документ претендует на то, чтобы стать стабильным поставщиком расходных статей в краевой бюджет. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Родные и адвокаты Марии Бутины опасаются, что россиянка не сможет вернуться домой после выхода из тюрьмы. Отец Марии Валерий Бутин опасается, что его дочь по окончании срока на несколько месяцев поместят в спецприемник, где Мария будет ждать депортации. В таком случае россиянка окажется на родине лишь в декабре, хотя на свободу она выйдет, как ожидается в конце октября. Адвокаты добиваются, чтобы ее депортировали сразу после окончания тюремного заключения. Напомним, уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США год назад. Сейчас она отбывает наказание в тюрьме за то, что якобы работала иностранным агентом в Штатах. К слову, россиянке разрешено преподавать в американской тюрьме. Алтайским пчеловодам, видимо, тоже придется не сладко. Они уже подсчитывают ущербы и прогнозируют плохой урожай меда в этом году. Напомним, массовая гибель пчел произошла после того, как сельхозпроизводители обрабатывали поля, опасные для всего живого жидкостью. Наши корреспонденты побывали в Косихинском районе и оценили масштаб трагедии. Чтобы передать жужжание, подносим микрофон вплотную. Пчел стало меньше, говорит Федор Бескин. В это время должна быть пасека гудеть уже. Медосбор начинается. А ее нету работы. Запах совсем другой. Какой-то запах неприятный. От меда и даже сули. На сегодняшний момент должна висеть вот такая вот борода из пчел. То есть пчелка за пчелку зацепляется и сидят друг на дружке. Потому что им в улье места мало должно быть. Из-за меда, из-за большой пчелы. Потому что они носят. А сейчас ее нету. В маленьком Сохарево пчеловодит каждый второй. У Безгина 60 пчелосемей, у Фирсовой больше сотни. Было. К июлю потери уже на тысячи особей. Это снимки с соседнего села. За ночью вымер весюлей. А здесь даже трупов пчел нет. Люди винят фермеров. Говорят, они травят в полях вредителей и отравляют нектар. Никто же ведь не верит. Говорят, что надо пчел дать на анализ. А где ты ее возьмешь? Если она отравили, она там и осталась. Приезжаешь с ними разговаривать, например. Хотя бы, чтобы объяснили, где они будут садить. Они с тобой разговаривать даже не хотят. Летные пчелу наращивают. А потом, когда опыляют этот рапс, она гибнет. Смерть, по мнению пчеловодов, несет именно рапс. Его обработку люди видят днем. Хотя, по правилам, она должна быть ночью, когда насекомые в ульи. Пчелы ведутся на рапс. Он более похож, чем безопасная гречиха. К тому же сеют его вплотную к селу. Заканчивается поле здесь и начинается уже пчелы. Все видно прекрасно. Никаких... Вот там вот уже ваши ульи достают. Да, это мои ульи. Пчеловоды подсчитывают. Летных пчел может не стать совсем. И тогда убыток только с одной семьи до 80 килограммов товарного меда. Фермеры свою причастность к геннадсиду пчел отрицают. Это началось после того, как мы начали возделывать рапс. Рапс – это такая культура, на которой очень много работает вредителей. Вплоть до того, что за одну ночь мы можем потерять тысячами гектар этот рапс. А чем травить? И как называется это вещество? Мы – гербициды, фунгициды. Уже известно о падеже пчел в Советском и Красногорском районах. Председатель Союза пчеловодов края Сергей Тастан уверен, что происходит это именно из-за обработки полей. И опасен этот яд и для людей тоже. Растеневоды применили вот эти яды, химикаты первого класса. В других странах мира, где применялись десятилетиями, там болезни все, альгенцера, паркинсона, аутизм у детей. Пчеловоды-косихи собирают необходимый для экспертизы материал, чтобы поднять проблемы на уровне района. И допускают, что урожай меда придется уничтожить. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Эксперты не исключают, что из-за произошедшего может случиться дефицит не только меда, но и других продуктов. Ведь отравлены сейчас поляна, которых растет в том числе и пшеница. По сути, для дальнейшей переработки она непригодна. Между тем, в крае идет сокращение крупного рогатого скота. Это значит, что мясо заметно подорожает. Минимум на 10%. Есть еще одна причина роста цен. Корма для животных тоже поднялись в стоимости. Как сообщили нашим коллегам, журналистам информационного агентства «Толк» фермер Владимир Минеев, цитата, «только в Залесовском районе поголовье крупнорогатого скота в этом году сократилось на 400 голов». Частники также избавляются от скотины. Дефицит мяса в крае действительно есть. Конец цитаты. Специалисты отрасли предполагают, что с подорожанием мяса возможно повышение цен в розницу на любую мясную продукцию, в частности на колбасу. Мнение экспертов и комментарии по этой теме читайте на толке. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Продолжение следует...